Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. Сегодня будем распаковывать посылочку, которая пришла ко мне с GearBest. Пришла она DHL. Спасибо GearBest за то, что он участвует в более быстрой скоростной доставке. Единственное, что у них товар не всегда быстро появляется. Вот это как бы нюанс. Но то, что они способствуют скоростной доставке, это большой плюс. Вот такая коробочка, которая в принципе неизвестна, она перепаковывала с DHL или нет. Может быть они уже поняли, что у меня товары меньше 150 евро стоимостью, поэтому они уже как бы таможню не считают. Ну не знаю, вот как-то так. Вот, хотя обычно они перепаковывают и смотрят, какие товары ко мне пришли. Давайте будем смотреть на тот интересный гаджет, который нас встречает здесь. А нас встречает здесь смартфон Redmi 4A. Кстати, коробочка как у Redmi 4 Pro. Итак, коробочка у нас достаточно скромная, без каких-либо опознавательных знаков на передней части. Здесь сбоку мы видим только 4А надпись, здесь тоже 4А. На обратной стороне мы видим, в общем, короче, описание небольшое смартфона. В общем, то компания Xiaomi перестала делать на коробках, ну, фотки и смартфонов, а сразу вы можете уже это посмотреть, непосредственно открыв устройство. В частности, это у нас Redmi 4A в цвете Rose Gold. Капец, какой он розовый, какой там немножко страшноватый. Ко мне, конечно, идет еще один Redmi 4A просто Gold. Я думаю, что мы его обязательно посмотрим, увидим, что он из себя представляет. Ну, Rose Gold, конечно, выглядит странновато немножечко. Итак, давайте будем смотреть по комплектации. Все ли у нас как обычно или что-то не как обычно. И по адаптеру я могу сказать, что это у нас 5 вольт 1 ампер. Очень маленький по размеру адаптер и он, кстати, его видите, подключали. И провод, кстати, сложен не по-заводски, его тоже подключали. Это есть сейчас такая практика у GearBest, то, что они все проверяют перед тем, как отправлять. Ну и скрепочка, само собой, разумеется. Вот так все это достаточно скромно выглядит. Итак, давайте будем снимать переднюю пленочку. Есть язычок. Это супер. Молодцы. Итак, запускаем. Пока у нас смарт запускается, мы посмотрим, что у нас есть в лотках. Есть ли расширение карт памяти? Да. Получается комбинированный слот microSIM, nanoSIM или же карта памяти. Ну, как-то так. В принципе, все стандартно. Ничего такого нового здесь нету. Самое забавное, что вот этот пластик, он тоже такой в цвете rose gold. Итак, наш смартфончик запустился. Friday, December 16. Итак, я закрываю. У нас вот эта часть пластиковая. Крышка не снимается, так как у нас есть лоток для вскрытия сим-карт, для открытия. По экранчику могу сразу сказать, что экран хороший. Прямо вот то, что надо. И, в принципе, то, что мы можем видеть, это мы можем видеть стабильную глобальную прошивку. Скорее всего, она тоже китайская кастомная. Если вот здесь вот эти будут не переведены, то тогда это просто будет китайский кастом. Ну, я, кстати, могу сказать, что пользуюсь таким же, такой же подобной прошивкой на Redmi 4 Pro и на Mi 5s Xiaomi. И меня все устраивает. Я бы так сказал. Итак, да, видите, английская здесь, но тут все на русском. По встроенной памяти здесь должно быть 16 гигабайт. Получается, что-то как-то маловато. 9,91. А что так мало-то? Что же так занято? Много прочее занимается. Ну, вообще, должно быть 16, и там 11, 12 доступно. Вообще, как-то маловато. А ну, давайте мы посмотрим на задней части коробки. Здесь сколько у нас пишется, что встроенной памяти есть такое? Должно было быть. 3120 мА батарейка, 425-й Qualcomm Snapdragon процессор. Видите, про встроенную память здесь ничего не написано, потому что вообще он идет только в одной модификации. А, вот, 2.16. Видите, снизу написано 2.16. То есть, по идее, здесь должно быть 16 гигабайт. Но, наверное, это то ли прошивка какая-то такая, то ли еще что-то. Ну, в общем, здесь явно не 16 гигабайт. И это немного разочаровывает. Но, а что делать? Итак, давайте посмотрим по камере. Камера, получается, у нас достаточно неплохая, как для бюджетника. Ну, это мы уже еще дополнительно посмотрим потом. Фронтальная камера. Ну, так себе. Да, на уровне Redmi 2. Еще, помните, давние такие Redmi 2. Может быть, на уровне Redmi 3. Итак, первые впечатления неплохие. Благодаря тому, что смартфон стоит недорого. Но, вы знаете, как вариант, можно было бы еще даже посмотреть в сторону Redmi 3X. Есть еще такой аппарат. Там 32 гига встроенной памяти. И это как бы определенное преимущество. Потому что здесь вы видите 16, еще и какие-то такие явно неполные 16 гигов. Тот будет стоить дороже где-то долларов на там 15-20. Но, зато вы получите 32 гигабайта встроенной памяти, что вполне себе приемлемо. И там батарейка у Redmi 3X идет 4000 и, короче, 32 гига встроенной памяти. И металлический корпус. Ну, как вариант. Но, если вы, к примеру, находите такой телефон там за 90 долларов, то, в принципе, 90 долларов вполне себе приемлемая цена. Зайдите в любой из магазинов в вашем городе и посмотрите, что вы можете купить за 90 долларов. То есть, в худшем или в лучшем случае вы купите какой-то Nomi там или Matrix или какую-нибудь еще ерунду. Я не буду прям сильно-сильно там хаять те телефоны. Но, действительно, они будут явно похуже вот этого девайса. Также у меня есть Redmi 3S. Для сравнения можем посмотреть на него. И, кстати, можем посмотреть, что у нас тут по свободной памяти. Чисто ради интереса. Чего и как по памяти. Это весьма-весьма будет интересно. Хранилище, да. Видите, 1049 гигабайт, из которых свободно 0.95. То есть, все остальное занято. А здесь 991. Все равно не 16 гигабайт. Что явно обидно, что не 16 гигов. Все-таки хотелось бы поболее. Ну, я вам скажу так, что у этих смартфонов, которые на 32 гигабайта. Ох ты шо, Redmi 4 62 тысячи в Antutu. Вот это да. Мне, кстати, едет Redmi 4 обычный. То есть, если это версия Pro или Prime, как ее называют, да. То едет еще обычный Redmi 4. Мы на него тоже посмотрим. Итак, смотрите. По батарее, по памяти у Redmi 4 Pro 2575 доступно. То есть, получается, из 32 почти 7 гигов застелила система или что там. Непонятно что. Получается, здесь из 16 и 5,5. То есть, короче, реально нехило жрет система. Или что это. Я не знаю. Может быть, какие-то бэкапы там. Или, может быть, системная память занимает. Просто отведено для каких-то вещей. Не знаю. Но, тем не менее. Так. Короче, смотрите. Redmi 4 Pro, Redmi 3S. А этот телефон вообще отложили куда-то туда. Ну, по внешнему виду вы можете видеть сами в сравнении. Конечно, Redmi 3S смотрится немного поинтересней. Ну, а с Redmi 4 Pro даже сравнивать не стоит. Потому что Redmi 4 Pro выглядит элитно, очень круто, стильно, качественно, дорого и так далее. Этот, конечно, выглядит скромненько. Я бы так сказал, что просто выглядит скромненько. Но это Xiaomi. Мы любим Xiaomi за дешевые аппараты. Мы любим Xiaomi за неплохие экраны, хорошее железо и за более-менее качественную сборку. Поэтому я уверен, что Redmi 4A будет пользоваться спросом. Спасибо магазину GearBest за оперативную доставочку. Они реально достаточно быстро доставили. Помогли мне с D-Cellem. Это очень-очень круто. Ну и, конечно, большое спасибо вам за то, что вы смотрели. Если вас интересует этот девайс и цены на него, оставлю ссылки все в описании. Как обычно, как вы меня часто просите. Поэтому смотрите ссылочки в описании. Какие есть вопросы, также задавайте. Я в обзоре на них поотвечаю. Все. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей. Группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. Субтитры сделал DimaTorzok